Здравствуйте, уважаемые телезрители, или добрый вечер. В предыдущей передаче я рассказал вам о нехорошем человеке Кирилле Серебренникове. Вообще, помните историю, да, о том, что в 18-19 веке, когда один человек другого обвинял в гумосексуализме, его вызывали на дуэль и там кончали. А в наше время даже нету статьи за это. Вообще, я бы занялся бы этим. Наверное, посоветовал бы господин Патлонской заниматься не фигнёй всякой, грубо, копательством, а взять и действительно вести такой замечательный закон о том, что если один другого человека обвиняют в гумосексуализме и не доказывают этого, чтобы отправлялся человек надолго в серьёзных тюриан, петушки. Это было бы очень правильно. Я думаю, что к этому делу всё придётся. Это правильный закон. И Милонову тоже могу посоветовать. Это правильный закон. Обвинил человека, но если это неправда, потому что для многих людей это оскорбление, господа, гумосексуалисты. Может, вам это и славно очень, но если человек не гумосексуалист, а гетеро обвиняет за гумосексуализм, то гетеросексуалист имеет право и должен обижаться. Потому что за гетеросексуалистом стоит человеческое бессмертие, для бессмертия нашего народа, человечества, там, как хотите, вида. А за гумосексуалистом ничего, кроме сухой задницы. Вот, или не задницы, там, чего-то ещё, но, по крайней мере, где-то к производству, в основном инстинкте, не имеет отношения, и в этом ничего хорошего нет. По крайней мере, это я говорю к тому, господин Серебренникова, что вот за запись Цоя, гомосексуалиста, и подмену смысл о том, что у него есть талант, по вашему фильму, в том, что он подставил жопу товарища Айзерспицу, это жопа вам. И за это сейчас совершенно правильно вас отпиздит комитет следственный. Я думаю, что, по сути дела, астрально именно за это, а не за то, чтобы там что-то покрали. Все воры, и режиссёры, и члены правительства, все прокуроры, там, судья, они все таковы, но дело в том, что за них привече наказано. Но откуда это взялось у вас? Взялось это у вас, вы же подражаете, я знаю, кому? Алексею Учитель. У него был папа, Ефим Ильянович. В детстве у меня был такой дядя Серёжа, неродной мой дедушка, муж моей бабушки, Антонина Георгиевна Голубева, которая написала в известной книге про Сергея Мироновича Кирова, о мальчика с дружумом и так далее. Вот он был актёром, который, помните, одна звезда, две звезды, лучше всего, конечно, три звезды, там, или пять, стоит навести. Позорную трубу на Марс. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли? Ну, почему, он, я себе говорю, следующее. Он почему-то ненавидел Ефима Ильяновича, учителя, и говорил, что когда все наши там учителя такими же, хоть режиссёр, то будет конец русскому кино. Потому что он говорил, что он, может, готов, и готов, и всегда извращает любой документальный факт до неузнаваемости его прямая. Вот, и говорил, что когда появятся такие в большом количестве, тут конец. Ну, вот сын Алексей, учитель, явно, так сказать, достойный. Продолжатель сделать его отца. По крайней мере, я кусочек посмотрел, пару кусочек, почти весь фильм, как сказать, Матильда. Ну, я называю такие вещи сопли в шоколаде. Вот, значит, никому это не нужно. Голливуд, не Голливуд, вообще непонятно. Это вообще тот самый монарх, который уже непосредственно, когда люди миллионами гибли на фронте Первой мировой войны, лежал, солид, под одеялом, они пукали по очереди и нюхали кого слаще. Вот этот святой, так сказать, должен быть святым. Я понимаю, пускай. Но фильм-то ни о чём. То есть, если он снимает, то, наверное, что-то другое. Я не знаю, я могу подсказать, конечно. Но дело не в этом. Значит, Алексей, учитель, начал с того, в своё время, ну, кроме абсолютно других фильмов второго, мы не знаем того, что снял фильм «Рок». Посмотрите, что это за «Рок». Он не понимает до сих пор того, что «Рок», «Рок-музыка» — это главный мост, соединявший, по крайней мере, сейчас уж не знаю, но должен соединять, я надеюсь, нашу несчастную задворную культуру подворотни и задних ворот, со большой мировой культурой. Это мост культуры, прежде всего. А что-то снял дорогой Алексей Ефимович. Он снял каких-то наркоманов, какие-то уборки, там, так далее. В общем, там есть всё, что угодно, как у меня рок-н-ролла в этом фильме. Мало того, после этого бездарного фильма «Мерзкого», была названа студией «Рок». Вопрос, какое отношение Алексей Ефимович имеет к «Року»? Никакого, отвечу вам, ничего, просто спекулянта ты. Теперь поспекулировал на революции, на Николая II, и ищет, чтобы такого сделать плохого. И нашёл. Уже заявил о том, что он не просто никак серебряный, а гораздо круче. Он пойдёт другим путём. Он тоже, поскольку Серебряников раскрутил тему, так сказать, тему простую. У нас все великие это гомики, а статьи, за что его посадить нельзя, нету. Да и на дуэли не вызывают. Поэтому товарищ Алексей Ефимович придумал другую вещь. Он сказал, что он будет снимать фильм на 4 дня после смерти физической. Цоя до момента его погребения. Ну, конечно, там будут какие-то реминесценции по поводу предыдущей жизни. И уже ищет, наверное, главную роль героя. То есть, понятно, использовать, так сказать, отрицательный успех Кирилла Семёновича Серебряникова для того, чтобы снять очередную малину или клюкву в шоколаде, или соплю в шоколаде, или какашу, я не знаю, что. По крайней мере, я бы людям таким закричал, вообще руками трогать то, что нельзя. Нельзя, нельзя не грязными руками трогать. Оно чистое, оно выше вас в сто раз. Не лезьте. Слышишь, Серебряников? Слышишь? Товарищ Алексей, учите. Не лезьте вы туда. Потому что мы знаем всё то, чего вы не знаете. И почему, и как, соль погиб. И почему, и что. Я первый был, когда приехал к нему домой после его гибели. Видел, как его папа приносил мешки, не обратил внимания на эту новость. Продолжал переносить мешки с луком, сушатой. Из одной комнаты, в другой. Не об этом речь. Не знаете этого. Ну, не лезьте вы туда. Я понимаю, сладко так, всё раскручно. Сказал бы, вот, собирай, и тебе успех. Успех у вас будет отрицательный. Как там, говорил Гоголь, припекут вас рогательными на том свете. А на этом тоже найдутся. Повесьте мне. Не лезьте вы туда. Я даже понимаю, если бы Соловьёв, который действительно там выдавал деньги на похороны и так далее, взял, чтобы такой снять. Но вы-то здесь каким боком присрёпнуты, а? А? Родимый, может. Может, вам в документалисты обратно? Папа пойти? Тут сейчас есть много чего можно наврать и извратить. Просто поленемеренно. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите, господин учитель, разделить участь Кирилла Семёновича Серебряника, отвалите от темы Цоя, нахрен. Я, может быть, Цоя, и не шибко, он мой ученик, не шибко люблю по многим причинам. Потому что у меня два Цоя есть. Лирический, героический. Я люблю лирического. Героического нет. Но не надо грязными руками лезть в чистое бельё, в чужие штаны. Понимаете? Вон с поля.